Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, наступил момент X. Сегодня важнейший отчет не только недели, а может быть даже и последнего времени. Уж точно после того периода, когда мы анализировали данные по Nonfarm Perils. Потому что сегодня будут опубликованы данные по инфляции в США. Это индикатор будущих действий Федрезерва, касающихся ключевой процентной ставки. И, соответственно, от того, какие цифры мы увидим сегодня, будет зависеть, что дальше будет предпринимать американский регулятор в целях борьбы с текущим показателем инфляции. И уже от того, какой будет процентная ставка, конечно же, будут зависеть перспективы американского доллара и всех его основных конкурентов. Сегодня на рынках будет очень жарко, поэтому мой вам совет и рекомендации – не распыляйтесь на большое количество торговых активов, сфокусируйтесь на одной нескольких торговых идеях. Если вы не относитесь к категории тех трейдеров, которые любят рисковать, сегодня лучше вовсе понаблюдать за происходящим со стороны. Еще будут возможности, будет время, когда можно будет примкнуть к трейдингу на более низкой волатильности в спокойных условиях и принимать более холодные взвешенные торговые решения. Ну а тем из вас, кто любит рисковать, сегодня все условия для того, чтобы делать это, друзья. Потому что я не сомневаюсь в том, что завтра, когда мы будем подводить итоги сегодняшнего дня, мы будем констатировать и говорить об уровнях по большинству финансовых инструментов, очень отличных от тех, которые мы видим сегодня. Еще раз, наибольший акцент сегодня в фокусе, внимание, данные по инфляции. Это основной индекс потребительских цен и базовая инфляция. Нас, конечно же, больше интересует базовый индекс потребительских цен, потому что мы не хотим сейчас портить общее восприятие и мнение о статистике из-за негативного влияния на этот отчет, таких волатильных компонентов, как продовольственные товары и цены на энергоносители. Сегодня нам нужна чистая статистика по инфляции. И этой статистикой является как раз базовый индекс потребительских цен. Кстати, сейчас индекс доллара котируется на отметке 102.30. Нулевая динамика в рамках вчерашней торговой сессии, сейчас тоже активность ниже минимума, к которому мы привыкли в последние торговые сессии, потому что трейдеры заняли уже выжидательную позицию. Но по мере приближения вот этого периода выхода и публикации релиза 12.30 по GVNC, волатильность начнет нарастать. По прогнозам, основной индекс потребительских цен покажет восходящую динамику с 3 до 3,3%. Базовая инфляция, скорее всего, останется на прежнем уровне 4,8%. Хотя я допускаю, что мы можем увидеть снижение этого показателя до 4,7%, 4,6%. И если это произойдет, тут же автоматически фокус лично моего внимания поедет на встречу банкиров в Джексон-Холле симпозиум. В Джексон-Холле он состоится в период с 24 по 26 августа. Ну, то есть, в принципе, недолго осталось ждать. И, как правило, на этом симпозиуме принимаются очень значимые для всех финансовых рынков ответственные решения, которые касаются курсов монетарных политик разных центральных банков. Если инфляция действительно замедлится, то тогда я буду всерьез ожидать, что Паул на пресс-конференции в Джексон-Холле может анонсировать фактическое завершение текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Альтернативный сценарий, если сегодня мы увидим рост не только основного показателя инфляции, но и базовой инфляции, тогда завтра нам придется еще раз взвесив все за и против и принять решение. Шортим мы дальше доллар, либо все-таки присоединяемся к лагерю трейдеров, рассчитывающих на то, что американский регулятор до конца этого года пойдет на еще одно повышение процентной ставки. Если это так, то, соответственно, индекс доллара пока рано продавать. Еще интересный нюанс. Опять же, по отчету ФРБ Нью-Йорка общая сумма задолженности американских домохозяйств превысила 1 триллион долларов по кредитным картам. На втором квартале скачок, сразу прирост этого показателя на 45 миллиардов. Отсюда я делаю вывод, что не просто так сейчас едут низ рейтинги многих американских банков. Ранее отличилось агентство МОДИС. Я думаю, что это только первая лазочка. Дальше кредитные рейтинги будут снижаться, как следствие негативного влияния высоких процентных ставок от тока депозитов, да и в целом снижения прибыли. Первый и второй пункт напрямую связаны в том числе с тем, что делает американский регулятор и с очень высокими показателями доходности американских отрезей. Соответственно, чтобы лечить эту проблему, нужно повышать доверник банковской системе, нужно снижать ключевую процентную ставку и нужно создать условия, при которых трейджерис не будут магнитом сейчас притягивать капиталы из-за высоких процентных ставок. Нужно, чтобы трейджерис их доходность снизилась. Сейчас десятки котируются выше 4%. Я думаю, что американские регуляторы все это прекрасно понимают. Ну, осталось дождаться фактических решений на основании фактических данных. Друзья, сегодня настраиваемся на волатильность. По золоту, 1918 долларов за трость полностью сейчас. Как мы и ожидали, снижение пока что продолжается. На основании действия сантимента большинство трейдеров в покупках уже в 85%. Я думаю, что вынос, как говорят трейдеры толпы, еще не произошел. И он может быть как раз сегодня на реакции рынка на новости через тестирование поддержки 1900 долларов за тройскую унцию. И вот этот импульсный рывок может быть в моменте туда. И потом при оптимистичном развитии событий последует разворот. И при таком сценарии завтра уже будем искать точки входа для открытия длинных позиций. Рынок нефти в 87,40. В соответствии с нашим прогнозом нефть продолжает расти. Причем рынок игнорирует данные по запасам. Удивительным образом, из-за того, что штаты власти США сейчас расходуют статистические резервы, мы увидели прирост запасов на 5,8 миллионов. Даже не знаю, чем это можно объяснить. Ну ладно, не будем сейчас особо копаться в статистике. Рынок проигнорировал этот отчет, наверное, потому что был согласен с тем, что это странно. И, скорее всего, запасы должны снижаться. Значит, через неделю мы увидим, например, потенциальное снижение запасов на 15-20 миллионов баррелей. Две недели назад снижение составило 17 миллионов, поэтому вполне возможно, что негативная тенденция снова вернется в экономический календарь. И главный, конечно же, катализатор роста нефтянки – это ожидание трейдеров, что страны ближневосточного картеля продолжат придерживаться добровольных сокращений по производству, как это ранее анонсировано в Салдуйской Аравии, и продлило добровольное сокращение еще на конец сентября. Вот запомните мои слова, я уверен, что когда мы начнем разбирать события сентября, будет новость о том, что Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение до конца года. И на этом фоне не только превысит 90 долларов за баррель, но и начнет уже настраиваться на тест 100 долларов за баррель. Мы в верном направлении рынка уже хорошо зарабатываем, но это еще не предел роста, поэтому давайте держать длинные позиции. Британская валюта 1,2712. Завтра тоже важный день для британской валюты – это данные по промышленному производству и ВВП. Сегодня локально никаких макроэкономических отчетов из Англии нет, но фонд сегодня тоже будет заложником новостного фона, связанного с опубликацией данных по инфляции. Поэтому ждем, собственно, эту статистику. И еще раз повторяю, друзья, не нужно сегодня добавлять в портфель большого количества активов. Индекс доллара, если хотите рискнуть каккосрочно, можно поставить на шорта золотом и тестирование поддержки 1900 долларов за тройскую унцию. Нефть у нас в длинных позициях и британская валюта тянется тоже еще с прошлых недель, потому что мы уверены, ну и я, по крайней мере, что Банк Англии будет дальше активно повышать ключевую процентную ставку и отправит в перспективе британскую валюту выше отметки 1,30. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!